имейте ввиду что в конце видео будет розыгрыш с призами и подарками в честь 20 тысяч 20 тысяч подписчиков это вот столько в общем всем привет с вами сегодня мы будем говорить про всякие апдейты и новости на этом канале надеюсь вам будет интересно и в конце у нас будет розыгрыш подождите и так почему-то все вот это время уже скоро 4 года как я веду этот youtube канал все это время меня не парили особо цифры типа 1000 подписчиков окей 10 тысяч подписчиков окей 15 тысяч подписчиков окей но почему-то именно 20 тысяч подписчиков для меня это ключевая в общем цифра поэтому я не знаю отмечаю это каким-то таким образом и хочу с вами это обсудить в общем 20 тысяч подписчиков это дофига я специально пошел погуглил сколько 20 тысяч подписчиков как это выглядит это охренеть как много причем теперь вот эти вот 20 тысяч человек я называю их подписчиками но это же вы на самом деле и я с вами уже встречаюсь и в разных городах и даже в разных странах когда я сниму видео про всех все случаи встреч с подписчиками какие-то ключевые и про всякие курьезные моменты и вообще в принципе про то насколько сильно блогинг вот такой даже такой простецкий как у меня может влиять на жизнь на качество жизни и на то ну на какие-то ключевые ситуации которые случаются и подписчики люди которым интересен твой контент они тебе помогают это очень круто на самом деле очень очень приятное чувство когда ты встречаешься реально с людьми которые подходят и говорят блин я типа подписчик давно или даже в принципе когда узнаешь от знакомых что о нифига ты знаешь это который всем привет с вами это я его давно смотрю и все такое это прям это ну я же не чувствую себя типа рок-музыкантом там актером я не знаю каким-то медийной личностью какой-то но я таковой по сути являюсь уже можно сказать и это реально очень прикольно спасибо вам огромное за то что вы делаете этот канал большим вы делаете канал полезным вы делаете его в том числе популярным стадион вместимость стадиона давайте посмотрим вот у нас короче в екатеринбурге открылся стадион для чемпионата мира прошлого года или когда он там был он вмещает 35 тысяч шестьдесят одного человека там в лужниках 81 тысяч человек нижний новгород 43 тысяч человек в общем да мне пока есть куда расти безусловно на 20 тысяч это уже очень-очень-очень много и это не моя заслуга то есть это не я сидел и такой по одному подписчику себе добавлял это вы люди которые подписываетесь кстати для тех кто не подписан еще будет небольшая информация ставочка я уже даже фоткал со мной фоткались подписчики это круто мне это нравится если вы меня видите где-то в живую обязательно подойдите спросите у меня что-нибудь я не знаю скажите что вы подписчик мне всегда это очень приятно это очень круто спасибо вам большое реально это вот эти люди которые подписаны которые вы которые подписаны на этот канал это и есть этот канал это не я который постит какие-то видосы непонятные в пустоту это вы я сейчас смотрю в камеру но я знаю что там реальные люди и многих вот активных членов сообщества да кто часто комментирует кто общается в телеграме кто где-то еще в инстаграме например пишет я их знаю уже я слежу за их прогрессом и это интересно это реально общение это не просто я вещаю но вот есть такие ютюберы которые просто типа какой-то контент снимают например развлекательный и и все как бы с подписчиками у них только какие-нибудь встречи и типа общения особого нет я общаюсь с подписчиками реально пока есть возможность такая я стараюсь всем отвечать иногда это занимает больше времени иногда меньше но короче общение мне очень нравится и я его буду продолжать о чем этот канал он задумался естественно как такой образовательный у меня возникла потребность рассказывать про какие-то фишки которые я узнаю в сфере фут фотографии вот четыре года назад 11 августа я запостил первый видос бэкстейджа можете посмотреть его тут если вам не стрёмно но мне не стрёмно он до сих пор висит это первый первое видео которое вышло на этом канале и получается ну есть такая тема что когда ты учишь ты сам во много раз больше учишься и углубляешься в какой-то конкретной теме на которую ты хочешь рассказать информацию другим людям тебе приходится гораздо тщательнее проводить research там искать те моменты которые например на поверхности не находятся и это реально очень важно это мне дает не меньше чем вам поэтому всегда когда задается какой-то вопрос я ищу на него ответ и хочу сделать его наиболее полным я всегда уверен в том что я получу не меньше полезной информации чем вы чем человек который задал этот вопрос исходя из этого я считаю что нужно задавать обязательно свои вопросы в комментариях под этим видео или под любым другим я стараюсь комментарий сразу делать скриншот комментарии сохранять его в определенную папку из которой я потом буду отвечать на эти вопросы в чем прикол сегодня журнаковым сидели за обедом и возникла такая ассоциация есть ну типа мы тут про фуд съемку да это у нас получается такой канал с рецептами как вкусно снимать ну я стараюсь вот таким сделать ваши вопросы мне в этом очень сильно помогают поэтому задавайте задавайте вопросы это главная движущая сила вообще этого канала если я вижу что есть запрос на определенную тему я сниму это видео и у меня будет чувство выполненного долга то есть вы дали мне запрос на какую-то тему и я его удовлетворил и это очень круто это самое очень круто даже если ну это 10 человек а не 20000 что это все равно очень круто да и все мы были начинающими и в какой-то момент появлялись какие-то вопросы какие-то сложности стоили иной темой и ну очень сложно кому вы зададите просто придете к профессиональному фотографу и скажете типа чувак а расскажи-ка мне вот этот секрет как ты так делаешь или можно прийти посмотреть как ты это делаешь или что-нибудь такое нет конечно так сделать не получится в большинстве случаев это либо платное обучение либо все нигде вы больше не найдете у меня вы имеете возможность задать вопрос если он какой-то интересный то я на него сниму видео и вы узнаете ответ вот так это работает хотелось бы рассказать для всех в принципе и для тех кто еще не подписан о том что будет дальнейшем на этом канале сразу не очевидно про что этот канал про food photo безусловно в одном из ближайших видео будет информация про реквизит про то что нужно food фотографу и нужно ли и насколько много всего этого нужно в плане реквизита то есть в плане каких-то фонов тряпочек вилочек ложечек тарелочек кружечек и вот этого всего остального я сниму об этом видео что есть у меня где все это взял где это стоит покупать где это можно взять если у вас совсем нет денег как может может быть я даже ставлю как это можно сделать пока не уверен но посмотрим про ноутбук вот этот конкретно ноутбук это xiaomi ноутбук pro и очень очень много вопросов у меня есть давнишнее видео вот тут можете посмотреть очень много вопросов про этот ноутбук типа как он себя показал в течение такого большого времени я думаю что полтора года это вполне себе нормальное время для того чтобы провести долгосрочный тест ноутбука и запрос есть на работу за этой машиной с точки зрения фото и в том числе видео а я вам могу сказать что за последние полтора года я на компе на стационарном смонтировал может быть одно видео и то потому что мне лень было вставать и садиться за ноутбук все остальные видео которые видите на этом канале они все большинство типа 99 процентов их в 4к я монтировал на этом ноутбуке делов не знал все прекрасно об этом если у вас есть любые вопросы по поводу ноутбук обязательно пишите под этим видео и я постараюсь на них ответить уже сценарий написан уже немного снято уже очень скоро выйдет этот ролик но вот просто даем хэдзап о том что будет дальше также давно собираюсь рассказать про флаги что это такое с чем это едят зачем они нужны и все такое если у вас есть вопросы или запрос на видео про флаги окей скоро это будет вот про челлендж хотел бы сказать что его не будет минимум до сентября я вообще планирую что 1 сентября типа снова в школу и я челлендж реанимирую и он будет проходить но до этого мне нужно запастись видосами которые будут не на тему челленджа потому что я немножко подустал что на канале выходит только про челлендж люди забыли вообще что это за канал почему они подписались и где же какие-нибудь интересные новые выпуски а только задание как я его выполнил как вы его выполнили задание как я его выполнил как вы его если вы не видели ни одного челленджа посмотрите тут в принципе это очень крутая активность но мне не хватало сил сделать что-то еще помимо челленджа а это обязательно я считаю еще раз не устану повторять вы имеете возможность влиять на контент выходящий на этом канале практически на 99 процентов один процент я оставляю за собой когда мне в голову взбредет что-нибудь конкретно снять либо если мне предлагают там какую-то коллаборацию какой-нибудь бренд я придумал снять что-то интересное просто не обязательно про какую-то конкретику а вот просто я не знаю я про рюкзак снимал можете посмотреть обзор рюкзака про ноутбук я снимал это тоже как бы не фут фото но косвенно относится вот все остальное это ответ на ваши запросы чего вы хотите от этого канала в рамках фут фото то есть кто то там предлагает про что-то другой начать рассказывать я не готов я готов про деньги про заказчиков про то как их искать про то как обрабатывать фотки про то как ставить свет какое оборудование выбрать и вот это вот это вот все это я вам готов рассказывать задавайте свои вопросы под этим видео И я буду на них отвечать, есть у нас такая рубрика 101 плюс вопрос про фудфото Я ее реанимирую, снял уже один свежий видос на эту тему, пока его не выложил Вот, то есть будет еще такая рубрика Для технодрочеров, да-да, вы не ослышались Короче, есть такая каста людей, которые очень любят скупать технику, любят смотреть обзоры техники и все такое Я хочу рассказать вот что Во-первых, я заказал микрофоны Rode Wireless Go Не помню, чего там Короче, это вот такие вот микроскопические просто микрофоны Система для беспроводной передачи звукового сигнала Это очень круто, это позволит на бэкстейджах более как-то адекватно снимать Это позволит записывать более интересные с точки зрения съемки ролики И мне кажется, всем это будет в итоге полезно Плюс есть у меня люди, которые занимаются, например, видеосъемкой Об этом тоже будет на канале, но пока не знаю когда И для них это тоже может быть интересно Плюс этот товар реально там в России может 2-3 человека обозревали и все И я бы хотел снять обзор на этот гаджет Он прикольный Также у меня есть видеосвет Постоянный свет Был запрос на видео сравнение импульсного света и постоянного света На это тоже будет видос Ну вот это из разряда техники Плюс у меня есть лупдек Я вам уже про него немножко рассказывал Что я на нем монтирую видео и обрабатываю фоточки Он всегда со мной В общем, очень крутая штука Плюс у меня есть там планшет для ретуши Тоже прикольный Про все про это можно рассказать И это вот как раз в рубрику Техника для фотосъемки еды Или для фуд-фотографа условно Плюс, естественно, это вспышки, объективы, камеры Все-все-все Переход мой с канона фулл фрейма на Panasonic Crop 2 Я думаю, что это тоже такая будет достаточно хайповая тема Пока не знаю, как ее снять Чтобы вам все это объяснить В общем, много-много здесь будет И про технику тоже Обучающие анонсы Короче, очень часто задают вопросы Есть ли у меня курсы, а есть ли у меня обучение Есть ли у меня что-то еще У меня есть менторство У меня есть записи первого курса И будет скоро все это переформатировано И будет второй курс В смысле, второй поток первого курса улучшенный Еще Вы просили? Ну, я понимаю, что из Екатеринбурга у нас маловато, наверное, тут народу Хотя я сейчас сделаю анонс на Екатеринбург тоже Я собираюсь провести портфолио-ревью На онлайн портфолио-ревью набралось человек 5 И это вообще идеальное число Но до 10, в принципе, можно еще пособирать Если вы хотите прислать мне 10 своих лучших фотографий И получили бы видео Мне видео предлагали тоже Но, может быть, одного человека я возьму по видео Чтобы просто разбавить, чтобы было интересно Мы на закрытом На закрытой прямой трансляции с вами разберем ваше портфолио До 10 человек Кто первый напишет в комментариях Тот, в общем, папа И тому я скину, как оплатить Стоит 2000 рублей И онлайн, и оффлайн За 2000 рублей я разберу 10 ваших фотографий И скажу, в принципе, все свои мысли по каждой фотографии Что в ней плохо и что в ней хорошо Не буду все пункты разбирать, да? И портфолио Насколько сильное портфолио И с точки зрения заказчика Насколько это портфолио может быть действенно Правильно ли вы собрали фотографии Или неправильно И также обсужу, что у вас вообще Какие планы, чтобы понимать, куда вам развиваться с вашим портфолио Это очень неблагодарная тема с моей стороны Но очень полезная для тех, кто участвует То есть типа с вашей стороны Так что онлайн точно будет Оффлайн, короче, пока набралось, по-моему, два человека Если вы из Екатеринбурга и хотите попасть на портфолио ревью И посетить нашу чудесную студию Кухня Space Напишите мне куда-нибудь в личку Потому что здесь на комментарии вы можете мне ответить Напишите мне или в Инстаграме в Директ Ссылка на Инстаграм есть в описании Либо, ну, ВКонтакте, Фейсбук Куда угодно, короче Я считаю, что эта активность будет прикольная Не стесняйтесь Я не знаю, если кто-то, например, не хочет разбор онлайн Что не хочет показывать свои фотки всем остальным Или не хочет показывать, что он идет на портфолио ревью ко мне Я не знаю, мало ли у вас какие-то есть предрассудки по этому поводу Можно сделать анонимно Типа я для пятерых разберу онлайн со всеми Типа, а для вас отдельно Что такое менторство и с чем его едят Пожалуйста, в личку пишите Я вам все обрисую В записи курса тоже пишите в личку Скину всю информацию По поводу розыгрыша У меня есть вот такой пектар Это штука В которую вставляется Давайте покажу Ой, сразу Вообще, видео вот тут есть, но я покажу Штука, в которую вставляется телефон И можно вот так вот фотографировать Тут есть колесики изменения экспозиции Тут есть штука, чтобы крепить свет Вот такой маленький Тут есть штука под штатив В общем, реально полезная вещица У нее свой софт идет Все Можно много всего в ней делать Эта штука, она не новая Она будет в упаковке Но я на нее снял обзор И все Я ее особо сильно не таскал У нее там все ремешки есть Все хорошо Она работает Эту штуку я разыграю Чтобы ее получить Нужно написать Комментарий Нужно поставить лайк, естественно Под это видео Быть подписанным на этот канал И нужно написать комментарий Или несколько комментариев С предложением Темы видео Или рубрики для канала То есть Рубрика Это ну типа серия видео Про вот это там Про фудстайлинг Или про что-то еще Естественно, надо постараться Быть креативными И придумать какие-то Классные рубрики Либо темы для отдельного Видео Для одного Типа Сними там Протившифт Условно Ну лучше поразвернутие Типа Ты в этом видео Снимаешь вот это Вот это Вот это Показываешь нам Вот это Вот это И от вот этой точки Мы доходим до вот этой точки Всем интересно Все прекрасно Я думаю, что еще двоих Я выберу Рандомайзером Типа случайным числом Покем Комментариям Тоже нужно быть подписанным Поставить лайк этому видео И написать любой комментарий Желательно, конечно, полезный Типа Что еще снять Или На какой вопрос ответить Или просто Какое-нибудь пожелание Не знаю Поздравление с тем Что 20 тысяч на канале Я прям Вообще очень рад И случайным числом Я выберу Человек Двух человек Который получит Доступ К записям курса По футфотографии Он такой Типа базовый Первый поток Это доступ К аккаунту В инстаграм В котором хранятся Все видео В IGTV Вот Это чтобы вы понимали Что вы получили Ну и очень бы хотелось Собрать лайкосов И комментариев На этом видео много Чтобы это видео Было Репрезентативным На нашем Вот этом канале Чтобы другие люди Тоже подписывались Всем было интересно И Наше комьюнити Росло Мне кажется Так Всем большое спасибо За просмотр Если вы хотите поддержать Создание такого контента Первая ссылка В описании Остальные ссылки Также там Ниже будут В описании Всем спасибо Поздравляю вас Нас уже 20 тысяч человек Мы уже Много чего Можем сделать Надо погуглить Я уже СМИ Или не СМИ Еще Не хотелось бы Регистрироваться Как СМИ Но Мы живем В России Вот Всем пока Регистрироваться